Этот сюжет, думаю, вызовет много споров. Надо, не надо все это делать. А если делать, то за какие деньги? Стоимость деталей и работы очень сильно разнится от региона и опыта. Мы приводим цену в Москве на апрель 2017 года. Тут есть масса разных подходов к этому ремонту. Заказать все самому с разных сайтов, а потом самому все сделать. Мы только за и наш респект и уважуха этому байкеру. Думайте сами, решайте сами, каким быть вашему шоссейнику. Смотрим дальше сюжет. Что могли бы вообще сейчас сказать про эти велосипеды? Их как-то становится все меньше и меньше. Ну да, штука такая. Очень многие спрашивают, а сколько по цене, что тут как-то стоит? Данный заказ обошелся в 26 тысяч. Сколько там получилось еще? 27 уже, наверное, будет ближе. 26-700 получилось вроде. Но тут очень как бы спорный момент, потому что сейчас как бы за деньги можно купить нормальный серийный велосипед. Там и трамма алюминиевая. Есть там, допустим, те же самые форматы. Ну, как бы это реклама. Это просто реально, они очень так, очень добротно скомпонованы, забалансированы. Ну, это, наверное, из-за того, что люди просто очень нравятся, как бы, что вот именно какая-то история, там, или память, или просто там какого-то остался велосипед, там, ни ржавый, ни косый, но не битый. Вот, и появилось желание его восстановить, его воскресить, как бы, и есть на это средства. Почему бы их не использовать, в принципе, тогда в этой ситуации. Вот скажите, вот мы китайские не знаем, сколько будет примерно служить. Вот этот, грубо говоря, 60-50 лет уже там чем-то служил. После этого ремонта сколько ему еще прослужить, как бы, еще прослужить? Ну, если он ездил, как бы, как бы, как сказать так, служил, обычно эти рамы, они большую часть своей службы проводят в положении, на стенке в сарае висят они, то есть, как бы, обычно. Вот, если его активно использовать, то, как бы, у нас, да, он изнашивается, это, как бы, само собой, вот, как механизм все у нас, как бы, с ремки какой-то негодность, вот, но, как бы, железо, которое, которое советское, оно, оно сложно настраивается, тяжелое, но оно очень долго служит, очень долго ходит, вот. То, что более современное, тут, как бы, делать ставку уже на необслуживаемость, то есть, взять, допустим, ту же самую каретку, да, то есть, она как бы на правах у нас. Если они у нас изнашиваются, то мы ее что делаем? Мы ее снимаем, мы ее выкидываем, мы ставим новую каретку. Старые, они постоянно люфтят, их постоянно нужно, там, перебирать, чистить, мыть, там, смазывать, но они служат годами. Вот, как бы, если, как бы, из-за пути, наверное, каких-то, получается, вот, они имеют место быть, вот, как бы, путь такого советского мандритского конструктора, что, там, вот, типа, он постоянно что-то там делает, ковыряется, либо поставить, как бы, уже более-менее нормальное железо рабочее, ну, и через какое-то время его менять. Как касаемо рамы, ну, эта рама, она, она очень долговечная, как и все рамы из храмоля. В принципе, если кататься, так сказать, в рамках допусков, то есть, без серьезных падений, без сильных крэшей, то она еще послужит, пока не прожареет. Ну, в общем, пару слов в окончании видео, которое мы только что посмотрели. Ну, получилась такая штука, такой шоссейно-дорожный вариант получился у нас, вот, ну, не для спортивного использования, он, естественно, получилась такая больше штуковина для души, вот, с таким оттенком истории, вот, и старинной, то есть, штука на любителя, то есть, нам рекорды ставить нельзя и просто-напросто глупо, потому что сейчас уже пошли новые стандарты, новые материалы, новые технологии. Ну, а если вот кому-то нравится именно вот эти вот стальные трубы изящные, эти вот советские формы, вилки, вот, там и там узлов, вот, таких вот немножечко похожих даже на легендарные компаньолы, то, пожалуйста, бегом в сарай, снимаем раму с храков и несём её на модернизацию. Можно к нам, если есть руки, то, в принципе, это можно сделать и совершенно самостоятельным образом поставить на него там уже готовые компоненты, всё это собрать, это день-два работы примерно, если делать всё максимально дотошно и качественно, так что вот. Такой вот получился целый педик, да, такой получился у нас шоссейничек. Всем пока. Приходите, приходите к нам как-нибудь, заходите. Как-нибудь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!